В студию BioWare ты, конечно же, любишь и уважаешь. Как же можно не любить этих улыбчивых, бородатых ребят, которые подарили нам в серии Mass Effect и Dragon Age? BioWare заверяет, что в Dragon Age Inquisition будут крутые герои, огнедышащие драконы и фантастическая графика. Что ж, сейчас попробуем разобраться, что во всём этом правда, а что чистой воды маркетинг. Циферка 3 Как ты уже мог заметить, в названии игры циферка 3 не красуется, и это не случайность. Под пытками разработчики сознались, что Inquisition связана с предыдущими проектами серии лишь общими штрихами да некоторыми персонажами. Одно можно сказать точно – перед тобой не приквел. Действие игры разворачивается спустя пару лет после событий Dragon Age 2. Врата ада распахнулись, и нечисть прёт в наш мир из порталов не хуже, чем из забитого унитаза. Тем временем, игровые фракции и союзы сидят на попе ровно и ни черта не делают. Маги и храмовники заняты тем, что поливают друг друга матами да заклинаниями, тогда как решать истинную проблему некогда и некому. Ну, почти некому. Тут-то на сцену и выходит загадочная организация под названием Инквизиция, о которой никто ничего не слышал уже тысячи лет. Её глава и по совместительству наше альтер-эго в мире игры – его величество Инквизитор. Он не подконтролен, никому и вообще может творить всё, что захочет. Но несмотря на такое грозное прозвище, задачей игрока будет вовсе не выбивание сведений из NPC путём подвешивания вверх тормашками и отрезания сосков, а просто выяснение общего положения вещей. Почему союзы не сотрудничают и не идут навстречу друг другу перед лицом реальной угрозы? Для разгадки придётся побродить по старинным храмам и крепостям, сражаться, общаться и ходить за ручку в составе партий. Сотрудничество с компанией EA – это не только фактическое рабство. В этом есть и свои положительные стороны. К примеру, можно позаимствовать для своего проекта движок Frostbite Free и переработать его под собственные нужды. Ожидать от игры настолько же детализированные картинки, как в Battlefield 4, не стоит, поскольку сеттинги масштабы у проектов совершенно разные. Тем не менее, Inquisition уже сейчас выглядит настоящей конфеткой. В комплекте потрясающие пейзажи, красочные яркие эффекты. Когда персонаж идёт с огненным ничем на дракона или маг, кастует заклинания, вызывающие дождь из фаерболов, то невольно задумываешься, а не сгорит ли от всей этой красоты мой компьютер. Боёвку к приходу Inquisition на наши экраны обещают полностью перелопатить. В своих интервью разработчики куда только можно и нельзя вставляют слово «тайминг». Тупое закликивание оппонентов здесь не проканает. Нужно будет постоянно подгадывать наилучший момент для атаки. Очередной уволень проявил небрежность, повернувшись к тебе спиной – атакуем выродка. Враг держится на расстоянии, метает героя копья и топорики, бросая в него гарпун и притягиваем к себе. Нужно будет крайне внимательно осматривать противников перед боем, да и во время тоже, выискивая их слабые места. Как бы это странно ни звучало, но оказать нам неоценимую помощь в неравной борьбе с преобладающими силами противника сможет сам движок Frostbite Free, позволяющий задействовать окружающий мир себе на пользу. Как тебе возможность прорваться через баррикаду и устроить недругом нежданчик, или же повалить на врага какую-нибудь увесистую халабуду? Особенности ландшафта тоже могут внести свои 5 копеек в исход баталии. К примеру, по болоту группа двигается заметно медленнее, чем по свежевыложенной плитке. Мир в Dragon Age Inquisition будет большой, просто здоровенный. Достаточно сказать, что размеры одного уровня будут сопоставимы со всей картой Dragon Age 2. Судя по показанным видеофрагментам, разработчикам неплохо удалось нагнать атмосферу всеобъемлющей войны. Вот прямо на наших глазах захватывают целое поселение, рядом на берегу с кораблей высаживается подкрепление, а где-то там вдалеке видны клубы дыма догорающей деревушки. А ты стоишь такой на перекрестке и думаешь, куда бежать-то? Масштабы мира получились настолько велики, что BioWare пришлось добавить в игру ездовых лошадок. Верхом дадут не только преодолевать обширные пространства, но и сражаться. И немножко об экономике и строительстве. В Inquisition можно и нужно будет захватывать вражеские крепости и перестраивать их под собственные нужды. Улучшать их для обороны, торговли, либо шпионажа. В зависимости от выбранного направления, цитадель будет меняться внешне и выдавать тебе разные плюшки и приятные бонусы. А если, к примеру, восстановить пару памятников Инквизиции, то еще и поднимется моральный дух наших войск. Ну и, конечно, самое вкусное – на десерт. Речь идет о битвах с драконами. По словам разработчиков, каждое сражение с крылатыми гигантами станет для тебя настоящим испытанием, а победа над ними – подвигом, о котором ты будешь гордо рассказывать друзьям за кружечкой теплого Эля в своих мечтах. Все драконы в игре уникальны, а каждый новый бой с ними будет происходить совершенно по-другому. Сладкоголосые дьяволы из Биовер своими обещаниями и роликами полностью вскружили голову. И мир огромный к нашим ногам положат, и крепость разобрать по кирпичикам разрешат, и драконов свирепых одолеть дадут. Но пока воздержусь от поспешных выводов и громких заявлений в духе «Главный претендент» на звание лучшей RPG 2014 года. Тем более, в этом году свет увидит приличное количество крутых ролевушек. Взять того же Ведьмака, например. Выдержит ли Inquisition конкуренцию – узнаем уже скоро.